смотрите какая погода красивая снежная морозно минус 7 снежок падает небо такого цвета красивого во всем этом радует только одно что солнце хотя бы есть а вообще конечно зима это надоело не передать как иду в аптеку надо купить энтеросгель это что-то крутит у меня на животе вот сходила я в аптеку купила вот такой вот паста это для почек и купила энтеросгель действует как абсорбент при ротовирусе не посоветовали его на 10 пакетиков по 15 грамм и это стоит ребята 23 39 это при том что еще с ниже с ниже на цена аптечная 2 60 так бы было вообще 27 евро почти 26 и фитолизин 12 40 5 центов пакетик аптечный и всего 35 85 цены у нас что в магазинах что в аптеках просто какие-то запредельные и с каждым днем цены только повышаются к чему это все дальше приведет я не знаю уже так много людей собираются уезжать кто на запад кто на восток кто куда лишь бы отсюда подальше только слышу везде то один уехал то другой уехал они до играются правительство наше что неким будет им руководить у нас на работе одна женщина имеет свой хутор и иногда периодически она нам предлагает яйца от своих кур которые у нее конечно на свободном выгуле стоит десяток у нее 250 и у нас очень многие покупают яйца коробка это просто то что было у нее свободное в такую тару она и упаковывает сейчас я вам покажу но я тут уже использовала несколько штук к сожалению наверное не так хорошо видно но посмотрите они все отличаются по цвету эти потемнее это тоже не совсем коричневое бежевое яйцо а вот это вот такого интересного цвета не знаю на камеру не видно все таки она просто голубое голубое как яйца дрозда такого вот цвета интересного прямо голубенькая нежно-нежно-голубое и форма какая-то смотрите она такое более вытянутая остальные такие более закругленные нет но это тоже такое вытянутая другая коробка была у нее там такой обычный форма яйца а эти смотрю что все такие да очень вытянутые такие продолговатые вот это вот прямо интересная голубенькая и желток такой ярко-желтый он такой бледно-желтенький такой очень интересного тоже цвета желток но очень отличается и по вкусу и по виду от магазинных так что часто заказываем у нее еще она предлагает утиные яйца но утиные как-то вот но не знаю по моему только пару человек заказали на пробу это вроде бы по одному яйцу она такое крупное не знаю может быть стоит заказать один раз попробовать дорогие друзья всем по привету говорю я как обычно и напоминаю что вы находитесь на канале улана снята без дублей сегодняшняя информация касается тех людей которые собираются совершить какие-то перелеты какие-то путешествия из сталинского аэропорта дело в том что с апреля 2024 года пассажиры смогут проходить предполетный досмотр не вынимая из сумок жидкости и ноутбуки также планируется отменить требования упаковывать жидкости в отдельные пакеты объемом до 100 миллилитров я не знаю это хорошо или плохо опасно это или безопасно но такое решение уже принято но как говорится будем будем посмотреть в настоящее время в таллиннском аэропорту проходит замена оборудования для досмотра работа ведется в два этапа на первом этапе планируется заменить два оборудования и чуть позже еще три оборудования для досмотра ручной клади всего их там 5 оборудование это работает по принципу компьютерного томографа такие как используются в медицине то есть там содержимое ваших вашего багажа видно в 3d объеме сейчас когда идет замена оборудования очереди увеличиваются и время ожидания соответственно тоже удлиняется поэтому работники аэропорта советуют приезжать за два часа но по-моему ведь так и было по моему всегда было что за два часа до вылета надо до регистрации но вот они почему-то сейчас подчеркнули что надо за два часа мне кажется так было всегда еще они предупреждают что приближается время школьных каникул и время парковки не время парковки а место на парковке тоже мало свободного поэтому вот предупреждают чтобы люди были готовы к тому что и придется парковаться подальше от аэропорта и в утренние часы как правило очереди в часы пик очереди длиннее в общем так чтобы люди были к этому готовы вот такая информация на сегодня хотела вас с ней познакомить всем кто сейчас летит или будет лететь в апреле всем желаю приятного полета интересных путешествий и увидимся мы с вами до новых встреч ребят пока пока ребят мошенники просто достали просто на какие только они уловки не идут чего они только не придумывают они звонят я уже говорила каких-то адвокатских контор они звали звонят с департамента миграции погранохраны они звонят ну из банков это само собой теперь вот насколько я внимательный бдительный человек и всегда всем советую будить но даже я засомневалась но когда они сказали первую фразу то все стало на свои места я сразу выключил и значит вчера был звонок слушает вот сразу ребят вас должно насторожить то что когда вы снимаете трубку да и говорите там хоть да хоть слушаю хотела все равно что они слушают они слушают и потом только начинают говорить знаете что меня смутило они теперь представляются что звонят из сети мобильного оператора теле вот это меня насторожило звонят не первый раз первый раз звонила женщина я была на курсах и сказала ей шепотом что я не могу сейчас говорить она спросила когда вы можете сказал после восьми а после семьи никто не перезвонил в этот день прошло недели две вчера снова и мужчина я вам звоню из стелия вот я не помню они называли имя или не называли не помню я положила трубку тут же тут же я только положила до выключила тут же с другого мобильного короче они мне перезванивали я сразу выключала они мне перезванивали а нет да я брала я брала номер телефона потому что во первых могут родители детей звонить но все может быть мало ли откуда может быть звонок поэтому так что сразу я не беру не не знакомый номер я не меру такого нет я все-таки послушаю и значит второй раз у меня говорит я снова звоню вам стелия по поводу вашего обращения по замене номера офигеть юперный театр евпатий калаврат ребята не попадитесь не попадитесь на эти уловки сразу кладите трубку нечего с ними разговаривать если бы вот будет лена следующий раз рядом тогда я попрошу ее нажать на запись мы запишем этот разговор и выложим на youtube обязательно но не получается не всегда так что второй телефон под рукой так что пожалуйста будьте осторожны внимательны и бдительны они не дремлет они уже в эстонии выманили 25 миллионов евро вот такая информация прошла у нас новостях 25 миллионов евро не ведемся на уловки